Рано утром, в субботу, помощнику детектива Роману позвонила его одноклассница Алла Устюгова и попросила срочно к ней приехать. И кто это? Муж мой. Это ты, что ли, его? Нет, клянусь, я поздно пришла домой, дошла в комнату, а тут такое. Что мне делать, а? Ты что-нибудь трогала? Еще спрашиваешь, что я могла трогать. И когда виделась этот ужас, я вылетела отсюда, как ошпаря, да? Ну, оно и понятно. Так, ладно, пошли отсюда. Да, Рома, ты хоть на часы смотришь иногда? Что там у тебя случилось? Что? Ты, надеюсь, там ничего не трогал? Ну, успокой ее как-нибудь, полицию я сам вызову. Черт, он умеет вляпаться, а? Следователь Воробьев, приехавший на место преступления, оказался старым знакомым Муркина. Анастасия, вам знаком человек, который лежит в вашей спальне? Да, это мой муж Устюгова Андрей Иванович. Расскажите, пожалуйста, все, что вам известно по этому делу. Ну, вчера Андрей днем уехал в командировку на своей машине, должен был в воскресенье вернуться. А Белкина, они наши соседи, хорошие знакомые, в общем, у них была вечеринка, я вернулась домой около трех. От них до нас минут пять ходьбы, не больше. Смотрю, машина Андрея во дворе, ну и в спальне свет горит. Я решила, вернулся. Зашла в спальню. Вообще, вы все видели. Ну, вы сами-то как думаете, кто мог желать смерти вашему мужу? Может, конкурент или компаньон? А знаете, кто угодно, это был очень страшный человек. И побоялись все, понимаете, все, даже родной брат. А вы замужем давно? Ужасно давно, уже два года. Ну, а что вы так смотрите на меня? Да, я вышла замуж из-за денег. Ну, ты уже совсем обнаглела. Вот, крыто принимаешь мужиков в моем доме. Ах, сразу троих привела. А не многовато ли для тебя будет, а? Старший следователь Следственного комитета Воробьев. А следователь, что не может быть любовником, а? Устюгов Андрей Иванович, хозяин этого дома. Чем обязан? В вашем доме совершено убийство. Какое убийство? Ну, и кого убили, а? По-моему, у вас. Что за бред вы несете? Господи. Это Сергей. А ну, как же он здесь? Это мой брат. Так, значит, это все правда. Что правда? Мне нужно выпить. Пойдемте со мной. Только без нее. Я думаю, у вас будут вопросы ко мне. Интересно. Девки пляшут. Вот что, я думаю, надо этих Белкиных опросить. Узнать, что там к чему. Я тебе Рома оставлю, ему наверняка нужно будет дать показания. Ладно, действую. Пойдем. Сумма можно сойти. Приезжай, мне говорят. Твоя жена уже считает себя вдовой. Как ваш брат оказался у вас в спальне? Ваша жена считает, что там лежите вы. Простите. Мы братья, близнецы. Я думаю, вы это заметили уже. А вот этой дури надо было просто внимательней смотреть. А как Сергей попал в спальню, это у нее надо спрашивать. Ваша жена рассказала, что она уходила на вечеринку, и возле дома машины не было. А когда вернулась, машина стояла у дома. Как вы это объясните? Так он отвозил меня в аэропорт. На моей машине. Его в ремонте. А завтра он должен меня встретить был. Но я прилетел немного пораньше, поэтому взял такси. Билет на самолет цел? Ну, разумеется, цел. А почему вы вернулись раньше запланированного? Мне позвонили. И сказали, что пока я мотаюсь по своим командировкам, жена изменяет мне в моей же постели. А кто звонил? Ну, я не знаю, кто звонил. Номер не определился, и голос тоже вроде незнакомый был. Я думаю, что здесь все просто. Муж застукал Аллу с братом в постели. Зная нрав Андрея, финал нетрудно предугадать. Я удивляюсь, почему труп только один. Не болтай, дура. Они не были любовниками, точно. А вы не вспомните, в котором часу ушли Алла и Сергей? Вообще они вместе ушли или порознь? Не много ли вопросов в субботу в 6 утра? Я не знаю, кто и как расходился. Я весь вечер провел у себя в кабинете. И я думаю, не открою секрет, если скажу, что Сергей активно обхаживал Аньку. А Анька это? Анна Иванова. Она юрист-консульт фирмы Устюгова. Скажите, а почему вы всю вечеринку проторчали у себя в кабинете? Да потому что Илюха ему нос разбил. А Олег обиделся и закрылся в своей комнате. Нечего было строить из себя Рэмбо. Олег вечно, как напьется, начинает искать, с кем бы ему силой помериться. Заткнись, дура. А то точно зубы выбьет. Да, приятно встретить утро в кругу культурных людей. А Илья это кто? Он тоже работает в фирме Устюговых. Бухгалтер. Мне кажется, он неравнодушен к Анне. А вы хорошо осведомлены. И еще бы, я работаю секретарем у Сергея Ивановича. Ну хорошо, не буду вам надоедать. Я потом с вами поговорю на свежую голову. Проводите меня. Да, если не возражаете, еще один вопрос. Скажите, ваш муж часто вам грозит зубы-то выбить? Не думаю, что это ваше дело. А впрочем, все равно. Наше знакомство с Олегом с самого начала не было романтичным. Совсем не было. Два года назад Алла бросила Олега и ушла к Андрею Ивановичу. А вскоре Олег сделал мне предложение. И я и тогда понимала, что он это сделал просто так, со зла. А, ну, мне было уже 28, я про себя все понимала и согласилась. Вот оно что. Скажите, отчего была идея провести вечеринку? Олега. Он сказал, что грех не воспользоваться отъездом босса и не устроить у нас дом на корпоративчик. А у нас в коллективе все любят повеселиться. Кроме Андрея Ивановича, разумеется. Понятно. Ну что ж, спасибо за откровенность. Всего доброго. Пока Лукин разговаривал с Белкиным, опергруппа закончила свою работу и уехала. Начинается выходной. В общем так, Рома, ты останься здесь, понаблюдай за домом на всякий случай. Я надеюсь, Воробьев тебя-то подозреваемый не записал. А то, может, это ты перепутал брат-подружки с мужем, а? Игорь Петрович, вот Воробьев ваш то же самое мне слово в слово сказал. Ну, ебогу, обидно слышать такие вещи. Я понимаю, вляпался непрофессионально, ну и что? Не обижайся, это я шучу. Иди, справляйся. О, мне бы тоже кофеку не помешало. Глаза слепаются. Сам виноват. Надо правильно помощников выбирать. А если серьезно, я взял с собой в супругу подписку о невыезде. Вот, посмотрите. Рейс прибывает в час пятьдесят ночи. Это единственный ночной рейс из Москвы. Можно добраться из аэропорта до дома Устюгова за час. Но Устюгов утверждает, что часник, который он поймал, пробил колесо и менял его около часа. А естественно, номер машины он не запомнил. Естественно. Вскрытие подтвердило, что смерть наступила с двух до трех часов ночи. То есть, теоретически, Андрей мог успеть добраться до дома, застать в постели брата и убить. А если наоборот? А если убить хотели как раз Андрея и жену? Ну, просто его с братом перепутали, а Аллы в это время дома не было. Хорошо. Что тогда Сергей делал ночью в спальне Устюговым? И кто позвонил Андрею и настучал на жену? Да, вопрос, конечно, интересный. Я, на всякий случай, Романа стоял за домом наблюдать. А начать, я думаю, надо с офиса фирмы Устюговых. Ну, все присутствующие на вечеринке так или иначе имели к ней отношения. Ты позвони Устюгову. Пусть он их соберет на рабочих местах. Я думаю, ему они не откажут. Ну, давай действуй. А Устюгову я прямо сейчас позвоню. Давай. Еще раз здравствуйте. Антон Николаевич вам должен был позвонить, передать мою просьбу. Присаживайтесь. Скажите, Андрей Иванович, в последнее время вам никто не угрожал? Ну, не знаю, может быть, конкуренты по бизнесу? Ну, что вы говорите, кто мне будет угрожать? А с конкурентами у меня полный ажур. А с братом у вас какие были отношения? Нормальные отношения, братские. А не мог ваш брат за вашей спиной заниматься какими-то махинациями? Ну, и какими именно? Я не знаю, как вас можно обмануть. В бизнесе всегда найдется лазейка. Меня? Обмануть? Вот за этой стеной сидит прекрасный молодой бухгалтер. Он предан мне, как собака. Он проводит все мои дела. И все делает скрупулезно. И никакое левое дело мимо него не пройдет. Ну, может, он вас обманывал не в бизнесе, а в чем-то еще? Одноклассница помощника детектива Романа Аллы Устюгова, вернувшись поздно ночью с вечеринки, находит своего мужа Андрея в спальне с перерезанным горлом. Однако вскоре выясняется, что убит не Андрей Устюгов, а его брат-близнец Сергей. Вы на что намекаете? Что нашли его в постели моей жены убит? Я ни на что не намекаю. Я просто задаю вопросы. Скажите, в каких отношениях ваш брат был с Анной Ивановой? Понятия не имею. Ну, а при чем тут Анна? Да, может, и не при чем. Просто она тоже была на вечеринке у Белкиных. Понятно. Понятно. Эта надежда вам уже насплетничала про Сергея и Анну. Так вы ее не слушайте. И этого болвана, за которым она замужем, тоже не слушайте. Хорошо, но я все равно хотел бы с ней поговорить. Вы не подскажете, где ее найти? Этажом выше. Да, тех, кого вы просили собрать, из них мой бухгалтер Илюша Блинников. Он не отвечает на звонки, ну, перебрал, наверное, вчера. А вы мне запишите его номер телефона, я с ним сам попробую связаться. Угу. Все. Здравствуйте. Я думаю, вы знаете, по какому поводу я здесь, поэтому спрошу спрямо. В каких отношениях вы были с Сергеем Истюбовым? Не было никаких отношений. Но ведь вы же вместе пришли на вечеринку к Белкину. Или я ошибаюсь? Да, я была на той вечеринке, но я была абсолютно одна. Как кошка, которая гуляет самок себе. А вы не припомните, во сколько ушел Сергей Иванович? Я рано ушла, мне показалось, там довольно-таки скучно. Скажите, а кто вас пригласил на вечеринку? Хозяин дома Олег Белкин. Я его сто лет знаю. Он раньше с братьями Истюговыми вместе работал. Потом Алла от Олега ушла к Андрею. И через какое-то время Олег бросил общий бизнес. Тем временем Роман продолжал наблюдение за домом Устюговых. Девушки отдыхают. Как прикажешь это понимать? Как только ты появляешься в этом доме, тут сразу обнаруживается труп. Антон Николаевич, это была явная самооборона. Сто процентов. Иначе он бы просто ее убил. Вот здесь запись со скрытой камерой наблюдения. Какая к черту камера? С ума что ли сошел? Ты что лицензией хочешь лишиться? Убрать все камеры! Быстро! Ну что ты раскричался, Антон? Надо сперва посмотреть запись, проанализировать. Пойдем с Аллой пообщаемся. Пойдем, пойдем. Алла, скажите откровенно, у вашего мужа был повод вас ревновать? Нет. Он ревновал безо всякого повода. Вот если бы у него был повод, я бы здесь с вами уже не сидела живая. Вы сами все видели. Ну а зачем было терпеть-то? Насколько я знаю, Олег Белкин делал вам предложение. Вы почему-то Устюгова выбрали. Потому что Олег всегда у Андрея был на побегушках. А мне нужен был мужчина, который, наверное, который умеет брать жизнь за горло. Потому что мне нужны были дом, положение, общество, деньги. Я понимаю, что за все надо платить. Да я согласна платить. Сегодня, понимаете, я не знаю, что произошло. Он вернулся из офиса как безумный. Понимаете, он просто с катушек слетел. А как вы думаете, что случилось? Ну почему он себя так повел? Я не знаю. Понимаете, не знаю. Он был одержим. Он требовал, чтобы я призналась в том, что я спала с его братом. А я не спала с его братом. Я не успела. Как это понимать? А буквально понимаете. Мы были на вечеринке, выпили. Нас потянуло друг к другу. Он предложил продолжить ночь. А я согласилась. Дала ему ключи от дома. Он должен был первый прийти, а я потом, чтобы не вызывать подозрения. Но я пришла. А тут труп. А почему же Романову вы сказали, что это ваш муж? Да потому что я не знала, кто это. Господи, ну неужели вы думаете, что у меня было время и желание рассматривать весь этот ужас? Я от страха голову потеряла. И вы полагаете, что Сергея убил ваш муж? А кто еще? Потому что его машина была около дома. Да, но он утверждал, что на его машине ездил Сергей. А почему вы вчера-то не сказали о своих подозрениях? А как я могла сказать? Как? Когда? При нем? Я вот так боюсь, а так испугалась. Я думала, он меня убьет просто. Посмотрел я, что наснимала твоя камера. Похоже, Али нечего будет предъявить. К тому же, пока ты занимался оперативной работой, я тут порылся в архиве, нашел очень интересную информацию. Он в больнице. Так, откуда узнал? Его что, тоже пытались убить? Посмотрел сводки. Созвонился с лечащим врачом. Несчастный случай. Он возвращался домой на такси, и они попали под грузовик. Сейчас лежит в четвертой городской. Состояние средней тяжести. Можешь с ним пообщаться. Хотя, лично мне, картина преступления полностью ясна. А мне нет. Ну смотри, я понимаю, если бы Андрей застал брата с женой в постели неожиданно. Но ведь ему позвонили, предупредили. Он же ехал и всю дорогу думал об этом. То есть, это не было для него неожиданностью. И потом, зачем убивать родного брата? Близнеца? А не жену, которая тебя рога наставляет? Нет. Что-то здесь странно все. А я думаю, это игра твоего воображения. Ну хорошо. Тогда я сперва в больницу. Потом уже пообщаюсь с адвокатом. Хочу выяснить подробности завещания. А ты ему позвони, пожалуйста. Предупреди, что я приеду, что я в теме. А то он со мной и разговаривать не захочет. Здравствуйте. Меня зовут Игорь Петрович. Я частный детектив. Хотел бы пару вопросов вам задать. Очень приятно. Я не понимаю. По поводу аварии уже все полиция рассказала. Я по другому делу. Ведь вы же были сегодня ночью на вечеринке у Белкиных. Скажите, во сколько и с кем с вечеринки ушел Сергей Иванович? А почему вы спрашиваете? Да потому что сегодня ночью труп Сергея Ивановича обнаружили в спальне у Андрея Ивановича. Как? Так во сколько ушел Сергей Иванович и с кем? Сергей Иванович уехал на машине. Один. А вы уверены, что уехал, не ушел? Уверен. Она ему сразу сказала, что больше не нуждается в его ухаживании. А вот Алла как раз наоборот нуждалась. Это было видно невооруженным глазом. Хватит, Сергей, не приставай ко мне. Ну почему? Просто надоело. Всему когда-то приходит конец. Сереженька, переживай. Не переживай. Я тебе уверяю, что даже без твоей Анечки тебе скучно не будет. Так я потом вышел покурить и увидел, как Сергей Иванович уезжал. А на какой машине он уехал? Так на машине Андрея Ивановича уехал. Ведь его-то в ремонте. Мне позвонили следственного комитета и предупредили о вашем визите. Странная, конечно, история. Скверная. Скажите, о завещании у Стюгловых у вас? Да, конечно. А вы не могли бы в общих чертах мне рассказать, о чем там говорится? Ну, Андрею принадлежало 60% компании. Сергею принадлежало 40%. Естественно, Андрей имел право решающего голоса. Между ними было заключено соглашение о том, что в случае внезапной смерти одного из них, оставшийся в живых, автоматически получает долю другого. Если бы убили Андрея, а Сергей остался бы жив, то Али бы ничего не досталось. Ну, что касается компании, да. Но все остальное имущество мужа, она автоматически получает наследство. Это весьма-весьма солидное состояние. Ну, что ж, спасибо вам большое. Извините. Не знаю, поможет ли это в вашем расследовании. Все считали, что Андрей должен был умереть еще год назад. Но потом, как выяснилось, врачи поставили неверный диагноз. Ах, вот оно что. Скажите, а о том, что диагноз неверный, стало известно уже после его свадьбы с Аллой? А, да. При странных обстоятельствах один за другим погибают насильственной смертью братья-близнецы Сергей и Андрей Устюгова. Детектив Игорь Лукин выясняет, что в случае смерти обоих братьев все их состояние наследует вдова Андрея Алла Устюгова. Ну, что интересно? Да ничего интересного, все тихо. Никто не входил, никто не выходил. Алла, по всей видимости, спит, так может и мы и того. Ну, по домам. Все же ясно. Да, ничего еще не ясно, ошибаешься. Самое интересное, сейчас только начнематься, если я правильно понимаю. Ого. Понимаю я правильно. Куда это он собрался? Я думаю, Калли. Через черный ход. Ладно, давай, вешай на меня камеру и будь начеку. Я был у адвоката Устюговых. Оказывается, вы наследуете приличное состояние. А вы знаете, я его не просто наследую, я его выстрадала. Ну, ладно, вы хотели мне рассказать что-то. Слушаю, наверное, кто убил Сергея, да? Хороший вопрос. Только рассказку я начну издалека. Да, вернемся к тому времени, когда вы собирались выйти замуж за Олега Белкина, а потом познакомились с Андреем Устюговым. Он был богат, респектабелен и, что немаловажно, смертельно болен. И тогда вы предложили Белкину план. Не понимаю, о чем вы. Хитрый план, чтобы отхватить жирный кусок. Нет, конечно, Устюгов был деспот, но вы же знали, что жить ему оставалось не больше года. А что такое потерпеть годик? Пустяки! И вы вышли за него замуж. А потом оказалось, что диагноз-то поставлен ошибочный. И терпеть придется всю жизнь. А это вообще плод вашего больного воображения? Возможно, но я продолжу. Когда вы пришли к себе домой и увидели в спальне Сергея. Он спал. А был отнюдь не мертв. И вам пришлось действовать самостоятельно. Нет, конечно, вы сильная женщина, но знаете, в чем ваша ошибка? Вот не надо было поручать убийство Белкину. А вот это мы сейчас проверим. Ты здесь, дружище, я знал об этом. У меня к тебе просьба. Убери свой дрожащий палец, сколько... Не дай бог выстрелит. Дай сюда ружье. Свежие вы. Веревка на кухню, нож захватим. А вы знаете, теперь никто ж ничего не докажет. Да? Руки за спину, живо. Я забыл вам кое-что сказать. Весь наш разговор записывается, но мне камера миниатюрная. Слушай, обущи его. Быстро обущи его. Я знал, что это плохо кончится. Это все она придумала. Олешка, ну я тебя уверяю, но риска-то никакого. Понимаешь? Я все продумала. К ним пойми, но я не могу больше терпеть этого монстра. Понимаешь? Он пристает ко мне каждую ночь. Тебе что это? Безразлично? Замолчи. Как представлю, что ты с ним. Скажи лучше, ты точно хорошо все рассчитываешь? Да, да, да. Самолет прилетает час пятьдесят. Значит, полтретьего он будет уже дома. А до этого мы должны все сделать. Понимаешь? Я все продумала. Серегу я напою, поэтому он будет не опасен. А на тебя вообще никаких подозрений. Понимаешь? Потому что я скажу, что я пряталась в ванной и видела, как Андрей убил брата. Я за умница. Я обещал ей, что все сделаю, но не смог. Я позвонил Андрею, а потом всю ночь просидел в кабинете. Я думаю, ты вообще уже не появишься. Алла Устюгова находится под следствием. Олег Белкин умер в больнице.